Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться темы, которая называется «Здоровое сердце». Забота о нашем теле, она, конечно же, очень важна. И не может человек заботиться только о душе и перестать заботиться о теле. Пока он жив, он дышит, он пьет воды, он видит, и тело нуждается в определенной заботе. Но эта забота, она у всех людей подразумевает разные направления. Некоторые думают, что чем больше будет удобств для человека, тем лучше для него. И не ублажают своему телу, перестают ходить, едут на машине, им трудно пройти даже 20 метров пешком. И появляется лень, появляется одышка, появляется слабость в теле, и тело начинает сдавать свои определенные позиции. И забота о сердце, она подразумевает и здоровый дух, в том числе, и это прежде всего. И в духовном мире очень важно, чтобы человек опирался на живого Бога, которым является только наш Иисус Христос Спаситель. И поэтому Дух Святой, Бог Отец, Христос, это наше упование на то, чтобы быть здоровыми, на то, чтобы нам Бог помогал своей милостью и благодатью двигаться в правильном, как духовном, так и физическом направлении. И люди, которые пренебрегают духовным миром и живым Богом, они обрекают свое сердце, как и все тело в том числе, на страдания, и поэтому происходят инфаркты, инсульты. И очень много людей, которые верят в материальный мир, в силу денег, карьеры, власть, они оказываются пораженными этими недугами. И забота о сердце, она имеет и физические проявления обязательно, и прежде всего необходимо начать с налаживания, восстановления отдыха своему телу через сон. Поэтому сон, он должен быть, во-первых, регулярным, во-вторых, продолжительным. Человек должен просыпаться сам, а не под стук, скажем так, копыт, колес или звонка будильника. И поэтому лучшее время для сна это с 22 часов вечера до 6 утра зимой и до половины седьмого летом. И в противоположность этому хаотичное укладывание спать как детей, так и самих себя. Это значит сегодня в 10 часов вечера, завтра в час ночи, послезавтра в 5 вечера. Это недопустимо, и сердце от этого будет только страдать. Чистый воздух. И не только в вашем загородном доме, на даче, нет. В вашей квартире вы должны такое место найти, на вашей работе и учебе. И везде человеку необходимо иметь чистый воздух. Пыль, по мнению ученых, отнимает от 7 до 8 лет жизни человека. И пыль в большей степени она преобладает в городской местности, чем в сельской. Чистая вода. Это четвертое место. И важно понять слово чистая вода. А это означает ни алкоголь, ни пиво, ни чай, ни кофе. А именно чистая, мягкая, фильтрованная вода. Причем даже не кипяченая. И, конечно же, не у всех есть такая возможность. И от этого многие люди страдают. И они пьют жесткую воду, и затем артерии, сосуды, они покрываются как бы налетом и становятся как глиняные, теряя свою эластичность. Поэтому чистая вода от 1 до 1,5 литра в день необходима каждому человеку, а также к этому же и первое блюдо, и фрукты, и овощи, в которых также находится вода. Пища. Преобладать должна быть в нашей пище живая еда. Завтраки фруктовые, обеды салатные. И ужин – это уже белковая пища. Через день рыба, через день творог, через день яйца. И очень важно, чтобы более 60% нашей пищи составляла еда, которую природа дает нам. То есть в сыром виде. Шестое – голод. Раз в неделю любому взрослому человеку старше 20-25 лет необходимо вырабатывать привычку для того, чтобы тело человека не получало нагрузки на пищепереваривание, а отдыхало. И поэтому надо пить мягкую, чистую воду, может быть слегка подогретую, с добавлением туда лимонного, грейпфруктового или апельсинового сока. И в этот день полностью отдыхать, по крайней мере до 6 вечера, а выход должен быть на фруктах. Седьмое – регулярная физическая тренировка. Причем регулярно разнообразная от времени сезона, от возможности человека. И если на то есть возможность, необходимо плавать хотя бы 3-4 месяца в году в природных источниках, таких как море, озеро, река. И если такой возможности нет, тогда остается бассейн, хотя это не очень тоже благоприятно из-за фильтрации воздуха, из-за хлорной воды. Но тем не менее, вода – это очень благотворная среда и горизонтальное положение для нашего сердца и тела. И в том числе суставов. Фитнес – он имеет разнообразные проявления. Это может быть быстрая ходьба, это может быть бег, это может быть медленные танцы, йога. Но в йоге, я подразумеваю, это не духовное направление, а физические упражнения. И регулярность, она должна быть от 3 до 5 раз в неделю, примерно от получаса и максимум до полутора часов. Следующее, восьмое – это нервная уравновешенность человека, поиски мира с самим собой, с природой, с животным миром, со всеми людьми и с живым Богом. И поэтому человеку необходимо искать этот мир, этот покой в духовном мире, просить Бога об этом, чтобы Божий мир вошел в его сердце, разум, душу и наполнял регулярно его. Чтобы враг не приводил своих слуг, бесов, бесов раздражения, агрессии, противления, неподчинения, несогласия. И чтобы человек не был поражен нервными стрессами, депрессией, слабоумием или сумасшествием. А в результате всего этого и самоубийством. Поэтому нервную силу необходимо искать в духовном мире и использовать ее уже в материальном мире. Девятое. Конечно, по возможности надо стремиться иметь семью. И опять же, на это нужно иметь Божье благословение. Не на то, чтобы завести семью, нет, а на то, чтобы сохранить ее. Чтобы враг не мог поражать ее. Чтобы крепость вашей семьи охранялась живым Богом. И для этого необходимо спутника жизни молитвенно просить, чтобы Бог послал. И когда Бог пошлет вам, вашего мужа или вашу жену, и скажет вам, «Этот человек не предаст тебя никогда, и он всю жизнь будет предан тебе, и он будет с тобой, и тебе будет хорошо вместе с ним», Бог не ошибется. И Бог может добавить, но внешность его пусть не расстраивает тебя. И это надо принять от Бога. Затем, важно иметь, конечно же, детей и внуков. Ибо семья – это полное сочетание, и в том числе и общение с родственниками. Это также необходимо. И в противоположность этому, конечно же, одиночество, развод, уныние – это большое-большое духовное падение человека. Затем, иметь домашних животных. И люди, которые говорят «аллергия» и прочее, нет, нет. Животные, они принесут мир и покой в ваш дом. И даже многие из них, они будут оберегать и охранять его. Но, я говорю сейчас не только о кошках, о собаках, но и о птицах, о рыбках. И наблюдать животный мир у себя дома, который не может жить без вашей помощи. И когда вы ему помогаете, это тоже Божье определенное благословение. Не все люди имеют любовь к животным, и духовный мир этих людей испытывается Богом живым. Следующее – это общение с живой природой и без еды, без вкушаний, так называемых, тем более же без алкоголя и разных эротических игр и танцев на лужаек в полнолунии. Это имеется в виду живая природа, полдня, один раз в неделю, круглый год. Голодными вы можете выйти на природу, пообщаться с ней, полюбоваться, поблагодарить Бога за нее, помолиться на природе. Это очень сильно будет восстанавливать, как ваше все тело, так и ваше сердце. Затем, двенадцатое – это посты и молитвы, чтение Божьего Слова, Библии и общение с Духом Святым. И это опять духовное проявление, через которое Божья милость и благодать будет приходить в вашу жизнь, в ваше тело, в ваше сердце, и оно будет укрепляться живым Богом. Я хочу произнести одно утверждение, что если у человека есть все – хорошая работа, молодость, деньги, друзья, но нету Божьей милости, то все это не может помочь ему быть здоровым. Поэтому прежде всего надо искать живого Бога, а затем уже, используя Его любовь, возрастая в Его вере, находить правильные решения тех ситуаций, которые приходят в вашу жизнь. Здоровое сердце, порассуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.